Здравствуйте, дорогие друзья, студенты и слушатели. Разрешите представиться сотрудник Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, докторан кафедры автоматизации и управления технологических процессов ОЗОДов и ЗОЗ. И сегодня по нашему предмету цифровое управление мы с вами поговорим о создании алгоритмов для визуализации в СПК. Как можно сделать визуализацию при помощи контроллеров для производства с программным языком для производства, то есть мы будем использовать сегодня языки Mac, и будем использовать платформу Codisize для визуализации. И самое интересное, эта тема очень близка к сенсорному управлению ваших любимых смартфонов, дорогие студенты, и мы сегодня постараемся с вами создать такую же систему только для технологических процессов. Для начала, чтобы понять этот урок, мы его разделили на три части, чтобы вы поняли. Первое, то, что мы должны узнать, что такое визуализация, что такое визуализация, и потом принцип визуализации, на чем основывается технологический процесс, и как осуществляется визуализация технологических процессов. И, естественно, сделаем пример работы над визуализацией при помощи проекта управления. Первое, то, что мы должны узнать, что такое визуализация. Визуализация – это общее название приемов, представления числовой информации или физическое явление в виде удобного для зрителя наблюдения или анализа. Если сказать попроще, все возможные воздействия, то есть физические воздействия, во-первых, они аналоговые, и их можно определять при помощи прямого контакта визуального или почувствовать некими другими факторами. Но они, к сожалению, тоже физические. Но чтобы сделать электронные измерения и чтобы взять корректный эквивалент для получения информации при помощи датчиков, именно надо использовать визуализацию, и это удобно при управлении и диспетчерского контроля технологического процесса. Как вы видите, в слайде с правой стороны есть малый пример для котлов нагревания с насосом, который оснащен люком, при определенной температуре оно делает нагрев, при определенной температуре оно подает воду, и есть водораспределение при помощи двухпозиционных клапанов. И сегодня мы сделаем малую часть данного проекта и постараемся с вами сделать свою собственную программу для визуализации. Первое, что мы должны понять, это принцип визуализации в технологических процессах. Из чего она состоит? Давайте посмотрим, дорогие студенты. Как видите, в слайде указано пять основных элементов. Первый – это давайте начнем справа налево. С правой стороны находится электродвигатель, то есть исполнительный механизм. И, естественно, чтобы понять параметры данного механизма, мы используем датчики, как указано с верхней стороны. Все возможные данные берутся и унифицируются при помощи датчиков и передается логическому контроллеру, который делает заключение на основе этих сигналов. И если есть при программе или при подключении интерфейса принятие решений, то оно само автономно принимает решение. И при подключении контроллера, естественно, будет программа управления контроллера, программирования, в нашем случае это является кодисайз. И полученные сигналы берут определенный эквивалент, например, у нас есть 5 А, и они равны температуре 10 градусов. Если оно еще поднимается на 2,5 А, то есть 7,5 А, естественно, у нас подача должна быть на 15 градусов. И это должно как-то показываться при помощи гистограммы процентов или стрелочных других иллюстраций, которые возможно использовать. И, естественно, чтобы понять эти сигналы, которые получают эквивалент, и управлять их, делать отдачу, обратную связь, естественно, сделать HMI, то есть Human Machine Interface, в технологических процессах нам нужен ПК, персональный компьютер для управления технологическим процессом. Вот это 5 частей основных, которые нужны для осуществления визуализации. Точнее, нам нужен контроллер и программное обеспечение для ПК, чтобы сделать визуализацию. Но чтобы получить информацию и дать отдачу, и сделать контроль технологического процесса на основе цифровых сигналов, нам нужны эти 5 основных компонентов. Давайте теперь сразу перейдем к задаче. Я думаю, что благодаря задаче вы можете это запомнить намного лучше и будет интереснее. Сегодня мы будем использовать симуляционный вариант для кодисайз, и вы сами можете это сделать. А именно, задача, как вы видите с правой стороны нашего слайда, указана та схема, над которой мы будем работать, а именно задача состоит о создании визуализации управления насоса с нагревателем. Но надо учесть, у нас есть некоторые факторы. При включении насосного агрегата наш котел нагревается с запаздыванием на 5 секунд. А при отключении котла, как вы видите, насосный агрегат отключается тоже с задержкой 5 секунд. Мы должны сегодня сделать эту визуализацию. И кроме того, у нас есть, как вы видите, с нижней части котла специальные пиктограммы для управления, включения и отключения технологического процесса и начало работы нагревателя. И сегодня мы с вами сделаем, мы его назвали, как бы, проект Teams-H, и начнем сегодня работать над проектом Teams-H. Первое, что мы должны сделать, это ознакомиться с программой, как она будет осуществляться. Сегодня, как и всегда, мы будем работать над языком CFC, который входит в Mac, как вы знаете. И сегодня наша программа состоит из двух частей. Как видите, в слайде нам интерфейс кодисайз. С верхней части у нас программная часть управления кодисайз, а с нижней части у нас блок управления. Естественно, это полный комплект программирования, который мы, естественно, в продолжении будем делать в визуализованном форме. Давайте начнем. Сначала текст, то есть чит, скетч, который мы будем делать. Как видите в слайде, с правой стороны более приближенная, вы можете увидеть программу, а именно программа состоит из основных частей визуализации, которые мы уже показывали. То есть у нас есть пиктограммы пуск и стоп, они будут дискретны, и из-за этого мы будем использовать расширение бул. И у нас есть насосный агрегат, естественно, его информация, которую он передает, тоже будет дискретна, и мы будем получать информацию от насоса при помощи датчиков, и оно, естественно, будет тоже дискретно. И котел, подача котела тоже аналогична к насосу, потому что оно тоже как бы исполнительный механизм. И самое главное – это эти пять блоков, которые находятся снизу котла. Первое – это время работы, отключения и включения. При включении у нас задержка для насосного агрегата будет равно 3 секундам, а при отключении работы котла равно 5 секундам. Включение и отключение мы сразу передаем и не будем как бы осложнять программу. У нас будут два блока времени, одно для включения и выключения, как оно сказано. ТОН-1 – это для включения, будем использовать таймер, и ТОФ-1 – для отключения технологического процесса. И весь процесс, то есть рабочий процесс мы указали, как ворк, тоже будет находиться на расширении булл для дискретных сигналов. Вот и основная часть скетча для управления технологическим процессом. Давайте теперь посмотрим по частям, как они друг к другу соприкасаются. Текст нашей программы и блок-схема нашей программы. Первое, что мы будем делать – это пуск. Пуск явно используется при помощи блок-схемы, которая подключена сразу к work, то есть когда мы нажимаем пуск, работа должна начинаться. И естественно, как вы видите с правой стороны слайда, пуск подключено непрерывно к работе. И как вы заметили, этот блок чуть-чуть отличается. Именно в work находится обозначение пиктограммы S, это значит старт, начало работы. Когда у вас в блоке стоит такой знак S, что бы там ни стояло, когда при подаче сигнала оно работает для включения технологического процесса. С нижней части, как видите, стоп, который мы отметили зеленым цветом, это отключение работы, и оно, естественно, тоже передает сигнал рабочей сфере. А там стоит R, то есть reset, отключение. И при подаче сигнала к пиктограмме стоп у нас отключается технологический процесс. Теперь посмотрим на блок схемы временного потока для таймерных блоков. Первое, что у нас есть, это TVKL. Если расширить, я как бы это обозначил как таймер для включения. И как вы заметили, оно работает на 3 секунды. Когда у нас таймер на включение начинает свою работу, через 3 секунды технологический процесс начинает свою работу, и включается котел. Таким же способом, только для отключения насоса на 5 секунд мы указали, когда у нас происходит сигнал отключения, и подается сигнал от WORK, насосный агрегат отключается с задержкой на 5 секунд. А остальные, это T1-1 и T1-1, это является меркерной памятью для наших блок схем, чтобы они запомнили информацию. Таймерные функции находятся на меркерной части памяти, и они отвечают только на стандартные функции, которые существуют, на которые мы не можем повлиять. Они происходят всегда однообразно, аналогично, но только мы можем задавать объем и поток времени для управления. Алгоритм управления таймера является стандартным и требует основной меркерную память извне. Из-за этого мы установили меркерную память. И, естественно, N-VAR для полного цикла, для сделать общий объем комплекта, и у нас готова программа. И, как вы видели, про меркерную память я хотел бы отдельно это отметить. У нас есть их показатели, которые мы должны понять. Как видите, в слайде справа и с левой стороны указаны функциональные показатели наших блоков T1 и T1. Вы должны всегда их учитывать при включении и включении. Есть некие технологические процессы, в которых время играет очень огромную роль. И при входе сигнала, как видите, с дисплея с левой стороны нашего слайда, при входе, при изменении технологических процессов, у них есть добавочный сигнал на ПТ. Как вы видите, ПТ – это с нижней части блока. Именно ПТ задает время на сигнал. Оно делает запаздывание, а сигнал потом воспринимается при помощи блока. На ТОФ – то же самое, только наоборот. Сигнал воспринимается, и при подаче от ПТ у нас идут зазоры. Эти зазоры у нас являются задержкой для времени. Вот так. Давайте теперь посмотрим это в практической вариации. Как это будет происходить? Вот у нас интерфейс от Codicize. Давайте сначала начнем с скетча. Напишем пуск. И зададим ему то самое, что мы с вами проходили, дорогие студенты. Булл. То есть это будет дискретным. Будем задавать стоп. Она тоже будет аналогична дискретным сигналам. Зададим булл. Обратите внимание, после каждого текста мы должны ставить точку и запятую, как в Паскале, что очень удобно. И можно сказать, что синтаксис для CFC при определении величин очень схожа с Паскаля БС или Турбо Паскаль. Зададим котел. Тоже булл. Как видите, у нас сегодня будут сигналы дискретного типа. И теперь мы будем задавать таймер, работа таймера, как оно будет происходить. Давайте зададим таймер. Надо сказать, что если вы не будете работать с блок-схемой при непрерывном вводе, при помощи двоеточия вы можете указать таймерное происхождение времени, что сэкономит вам время при программировании. Давайте теперь покажем на таймер отключения. Таймер отключения у нас равняется 5 секундам, как мы говорили. Или, да, опять две точки, time, указываем время, и еще раз двоеточие, чтобы указать временной поток. Они могут указываться age hour, s секунд, или ms, это миллисекунд. Давайте будем указывать определенный поток времени, как и задавалось при задаче. Укажем время. И таким же способом мы будем задавать для таймера отключения. Как видите, когда мы используем для определения блоков, мы используем равно. Получается величина таймера и с хэштегом указываем время. t, хэштег, 3 секунды, точкой, запятой. И то же самое будем делать для отключения. Будем использовать отключение с величиной time. И будем задавать время. На этот раз давайте сделаем на 5 секунд, как это будет происходить. Опять t, хэштег, 5 секунд, точкой запятой, enter. Все, мы зафиксировали время на включение и отключение. Теперь осталось создать блоки для меркерной памяти, как это можно сделать. То есть, где будет сохраняться алгоритм временного потока. Для начала давайте начнем с t1. Как можно сделать таймер для включения. Как это будет происходить. t1.1. Естественно, как и было в блоке до этого. Мы будем задавать t1.1. И для меркерной памяти надо задавать именно название блока, чтобы обращаться к нему. Как вы заметили, блок для включения стандарта для кодисайз называется t1. И мы должны тоже указывать t1. И отключение аналогично называется t1. И мы будем назвать его тоже так же. t1.1. И теперь рабочий сигнал, то есть word, оно будет равняться тоже к булевому. Потому что весь поток информации тоже нацелен на булевой поток. И вы можете работать только с bull. Потому что основные отдачи, то есть реакции от сигналов, происходит через bull. Но вы можете использовать еще производные. Но они будут негативно отражаться на технологическом процессе при визуализации. Потому что мы будем еще использовать отдельные команды для определения бул. И таким образом у нас готова блок схема работы. Давайте теперь перейдем к блок схеме. Как мы можем установить блок схему и как это можно сделать? Естественно, мы будем разделять сигналы от входного на выходные сигналы. И будем задавать им название, то, что они делают. Входной сигнал – это пуск. И мы берем блок для входа и называем его пуск. И все, у нас получается пуск. И потом для выхода, для получения результата, что является результатом кнопки пуск? Это работа. Укажем работу. И при пуске работа – это начало работы. Из-за этого мы показали S и Work. И начало работы. Теперь на отключение. Опять. Входная кнопка Stop тоже делает работу только для отключения. Значит, мы будем использовать результат Output только с блоком Reset. И мы будем его подключать. Есть два вариации подключения. Прямое подключение при помощи мыши или контакты блок. Мы сейчас Stop и подключили к контакту R, и все, они подключены. Есть два вариации подключения. Теперь давайте создадим блоки. Как мы можем сделать? Просто берем блок and и называем его teon. Как вы помните, у нас задавалось на меркерной памяти. Teon. Вот, теперь у нас есть таймер для времени управления. И мы даем ему меркерную память, объем, где она будет работать. Это teon1. Все, у нас теперь есть teon1. Мы можем управлять временем для включения котла. И у нас есть перемены, которые должны с ним работать. То есть, TVKL. Будем давать input, входной сигнал, как это нужно сделать. И будем подключать по показателям, которые существуют с правой и с левой стороны блока. In – это входной сигнал. Мы будем задавать его. Входной сигнал – это, естественно, рабочий сигнал. Мы его подключаем и задаем. Все, у нас подключено. Как вы видите, прекрасная индикация. Она указывает на то, что блок подключен. И теперь будем задавать время. Насколько оно будет работать. Для включения – это 3 секунды. Как вы заметили, мы не стали задавать таймером. Оно и так уже указано в сигнале. И у нас есть рабочий объем времени для управления. И результат, который у нас будет отображаться. А результат включения должен отображаться в котле. Когда мы будем обращаться к включению, у нас котел будет загораться и будет работать. Теперь давайте посмотрим, как будем делать на отключение. Оно тоже будет делаться так. Но надо отметить то, что задержка в нем равно 5 секундам. То есть мы будем использовать для потока ПТ величину Т-отключения с 5 секундами. Входной сигнал тоже будет таким же. То есть в ОРК, в Рассете и ССете сигналы ОРК будут обращаться к ТО, в ТОН в соответствии с нажатием пуск и стоп. Создали в ОРК и насос. Теперь мы будем их подключать при помощи временного потока, который у нас есть. Кстати, которое равно, опять напоминаю, 5 секунд. Не перепутайте, дорогие студенты. Давайте дадим название. Когда мы даем название, оно автоматически берет код, который указан с верхней части программы. И мы подключаем насос к таймеру и у нас готовый блок управления для насоса и котла. Теперь следующий вопрос. Как можно сделать данную программу управления визуализацией? То есть при помощи элементарной мышки или тач-дисплея мы будем касаться пиктограммы пуск и стоп. И оно будет начинать работать. Как это можно сделать? Как вы помните, при панели управления, в нижней части панели есть пол и визуализация. Мы обращаемся к визуализации и начинаем работу. У нас блок схемы состоит из двух частей, и мы сможем его сделать. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Первое, что мы должны учесть, дорогие студенты, это использование блоков, которые есть при визуализации. Для этого у нас есть некие команды, это Regular Element Configuration или RIC. В них мы будем использовать две команды. Это Color, то есть изменение идентификации, включен ли насос или отключен, включен ли котел или нет. Мы это будем использовать при помощи этих команд для визуализации. Color в верхней части – это общее состояние при оффлайне, то есть при начальной работе. А для Alarm, то есть для оповещения мы будем использовать другой цвет, это для включения, для выключения или для аварийной ситуации. Смотря как вы будете им использовать. И при обращении к Color у нас происходит палитра, мы будем их выбирать и определять цвета. При помощи простой кнопки OK мы фиксируем данный цвет. Второе, что мы должны сделать – это величина обращения. Надо сказать, что когда мы создаем визуализацию, это просто формы, просто геометрические фигуры, и мы им подключаем код, который у нас был заранее, который мы уже с вами сделали, к объектам. Как это можно сделать? Опять обращаемся к REC и заходим на панель категории Variable, то есть величины. И туда мы указываем, какие величины будут воздействовать на индикацию. Как вы видите, в третьей части у нас указан насос, то есть насос мы прикрепили к объекту, и теперь данные насоса будут подключаться к геометрической фигуре, которую мы назвали, естественно, насосом. Итак, мы создаем специальные линки между программами, и они начинают работать. Давайте теперь посмотрим, как это будет в практике. После того, как мы создали программу, мы должны проверить ее, оно объективно или нет. Давайте приступим и сделаем это. Ой, извините. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Заходим в папку визуализации и создаем специальный файл для нашего обращения, потому что в контроллер может быть много визуализационных программ, и мы должны селективно их выбирать, которые будет нам очень понадобиться. Первое, оставляем объект, называем его PLK-насос, и нажимаем на ОК, благодаря чему у нас создается проект. После того, как мы создали объект, мы можем обратиться к нему. Надо сказать, что интерфейс для визуализации очень схожий с интерфейсом для кодировки. Они одинаковые, как вы видите, точнее, похожи для управления блоков схем. Как видите, с интерфейсом очень просто. С верхней части горизонтального меню у нас находятся панели блоков управления. Это простые геометрические фигуры, которые мы можем впоследствии присоединить к кодам. Давайте теперь создадим котел и насосный агрегат. И трубопровод мы можем тоже сделать при помощи элементарных блоков, квадратных блоков, и между собой будем соединять эти элементы. Блоки можно менять при помощи точек, которые находятся вокруг объектов, форму, длину и все, что возможно для изменения геометрической фигуры. После того, естественно, когда у нас есть входная труба, должен быть выход. Давайте укажем выход трубы. У нас есть основная структура, скелет работы над объектом. И надо сказать, что данная программа весит всего лишь 10 гигабайт на данный момент. И теперь давайте будем делать то, что мы хотели. Название текста просто щелкаем дважды по насосу, нажимаем и даем имя, насос и окей. После чего у нас есть объект насос. Теперь перейдем к котлу, текст, заходим в контексты и пишем котел. Окей. Вот у нас теперь есть объект котел и насос. Давайте теперь определим цвет для простейшей идентификации. Будем делать то же самое. Будем нажимать на блок, но на этот раз будем заходить не на shapes, не на текст, а на color. Обращаемся по категории color. Нажимаем inside. Убираем цвет. Давайте поставим синий. Нажимаем окей. После чего у нас есть первый поток для определения цвета. То же самое проделываем для остальных частей трубопровода. Подключаем цвет. И все очень просто. Задаем. Теперь давайте обозначим насос и котел. Но как вы помните, они различаются трубопроводом тем, что при включении и выключении у них цвет меняется. Как это можно сделать? Давайте посмотрим. Сначала задаем стартовый сигнал, то есть цвет сигнала, как оно будет равно, когда напряжение равно 0 вольт. Давайте укажем серым цветом. Это начальный стартовый цвет насоса. И теперь при перемене, как оно будет работать. Давайте теперь укажем ему зеленый цвет. Для этого мы будем использовать нижнюю часть для определения цвета, то есть alarm color. Нажимаем inside. Выбираем цвет. Как и говорили, давайте укажем зеленый цвет. Нажимаем окей. Теперь у нас при перемене напряжения насос приобретает цвет зеленого цвета. Теперь к котлу. То же самое будем делать для котла. Нажимаем по мышке два раза к котлу и выбираем величину для изменения. Что нужно сделать, чтобы поступление напряжения подходило именно к ним? Используем кнопку и обращаемся к программе. Величина. Выбираем насос. Нажимаем окей. Еще раз нажимаем окей. И теперь наш насос прикреплен к программе по подаче напряжения от датчика при насосе, то есть агрегате, который реально у нас существует. Теперь переходим к котлу. Выбираем тот же самый цвет. Серый. И при выборе нагрева давайте поставим красный. Теперь величину. Ну, естественно, для насоса мы использовали насос, а для котла будем использовать котел. Убираем. Заходим к программе, архитектуре программы, которую мы уже создали. Выбираем иерархию котла. Окей. И все. Теперь у нас котел тоже работает. Наконец, теперь мы можем запустить наш проект при переменах. Но для начала мы должны создать специальную пиктограмму для подключения. Работы. У нас есть стандартная пиктограмма для подключения. И благодаря им мы можем работать. Нажимаем на текст и выбираем что? Пуск и стоп. Естественно, для пуска мы будем выбирать величину от программы для пуска, а для стопа будем выбирать стоп. Выбираем величину для входного сигнала. Давайте это будет пуск. Окей. Давайте чуть-чуть ускорим этот процесс. После того, как мы указали пуск и стоп, давайте запустим нашу программу. Делаем подключение нашему контроллеру. Давайте нажмем пуск, чтобы понять, работает ли наш технологический процесс. Нажимаем на пуск. Как вы заметили, котел включился, а насос еще работает. И определенные 3 секунды, раз, два, три, насос отключился. При включении опять пуск, насос включается, а котел нагревается с определенным запаздыванием на 5 секунд. После чего данную программу, как мы использовали, вы можете передавать на определенные исполнительные механизмы управления, и вы можете сделать это при помощи элементарного сенсорного дисплея СПК. На сегодня все. Это вся информация, которую я хотел вам передать. Надеюсь, вы будете работать над собой. Прежде чем я хотел бы поблагодарить администрацию Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Академические лица International House и телеканал Узрепорт ТВ за эту качественную трансляцию. Огромное спасибо за ваше внимание. Вы самые лучшие. До следующих уроков. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok